здравствуйте дорогие мои красноярцы и мои любимые подписчики на канале youtube голова садовая сегодня лунный посевной календарь на март сосредоточьтесь пожалуйста он совершенно необыкновенный внимание значит начинается посевной календарь хорошие дни с 3 числа 3 4 5 6 7 8 9 пропускаем 10 11 12 запомнили еще раз 3 4 5 весы 5 6 7 8 скорпион 10 11 12 козерог вот давайте я вам расскажу что в этих знаках будет происходить значит весы весы вы уже все знаете очень хорош будет и лук и редиска особенно хороши будут бобовые но практически все культуры дадут хороший урожай растения не болеют хорошо приживаются и семена в весы всегда высокого качества следующий знак это скорпион скорпионище с 5 6 7 8 значит очень плодородный очень урожайный плодов много они вкусные душистые долго хранятся семян много и неплохого качества но только картофель не рекомендуется к посадке запахи будут из земли вы должны уже это запомнить значит но а во всем остальном да он знак плодородный влажный это не сухой знак но при этом и в этом знаке растения мало болеют и мало подвержена болезням значит 10 11 12 козерог значит это самые посевные дни начала месяца и вам надо поторопиться пошевелите колготками девчонки потому что посевы заканчиваются все ваши помидорки коротконогие перчики баклажанчики такого ростика должны быть посеяны практически до 12 марта все дальше уже бессмысленно сеять помидоры и ждать от них урожая уж тем более перцы и баклажаны значит что козерог хорош для всех культур вы это знаете что растения посаженные в козерог зимует куда лучше чем посаженные в другие знаки вы это тоже знаете значит можно использовать козерог и для посадки многолетних цветов многолетних растительных кустарников что я говорю и декоративно цветущих декоративно лиственных и естественно плодовых кустарников и деревьев очень прочные хорошие получаются растения и стебли у них очень прочные болеют мало семян много и высокого качества тоже очень важно ну и поехали дальше один день 16 у нас будут рыбы 16 марта рыбы сеем и сажаем все что не для хранения а на самом деле в рыбу будет вкусно душисто сочно красиво то есть если вас устраивает не для хранения тогда все в рыбы но единственное что все-таки стебли у растений да будут побаливать да оторвешь листочек там обязательно инфекция так что постарайтесь хотя бы все это делать на убывающего никогда влаги наименьшее количество стеблей в листьях 19 20 овен и мы сеем только зеленые культуры невысокие шпинаты салаты если это возможно будет в конце марта ну и низкорослые томаты если такая необходимость вдруг настанет но вовен очень хорошо убирать урожай и любимец публики 20 21 22 это телец знак надежный прочный для посадки кустарников деревьев очень хорош потому что деревья будут красивыми кряжестыми такими прочными очень да и плоды будут великолепными и плодоношение будет очень и очень долгое можно сажать практически все в этот знак единственное что он медленный вот для деревьев кустарников он хорош а для уж цветов там каких-то однолетних ну точно медленный поэтому если картофель хотите посадить в телец для еды пожалуйста хранится будет прекрасно вырастет много медленно но очень много но семена взятые из этого урожая посаженные в телец на следующий год не дадут даже среднего урожая поэтому на семена все в козерог там прекрасный урожай и семена отменного качества 25 26 рак мой любимчик знак листа урожай обильные растения правда такой обильный урожай что растение тонкие ломки они просто будут падать под этим урожаем так что выбирайте либо очень много но поломанные растения либо хорошо достаточно но крепкие растения последние это девы 29 30 ну и посев и посадка только однолетних цветов и то без запаха и не очень высоких бы нежелательно бы очень высокие хорошо очень черенковать приживается все хорошо в деву посеянные семена цветов взойдут очень быстро и очень дружно но убирать урожай в знак девы просто великолепно надеюсь я вам угодила своим календарем на этом всего доброго вам и до свидания а